Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Сегодня у нас Курт Швитерс. Немецкий художник, писатель. В 1909-1914 годах учился живописи в Дрезденской Академии художеств, ученик Карла Банцера. Участвовал в берлинском авангардистском журнале Штурм. Данные я беру из Википедии, их не очень много, но то, что есть. Был близок дадизму, конструктивизму, сюрреализму, экспрессионизму. Дружил с Хансом Арпом Эллен Лисицким. Наиболее известен неожиданными логичными, наверное, отталкивающими композициями из найденных предметов, в кавычках, которые он дал название Мерц. Швитерс создает рекламное Мерцагентство, активно работает в области рекламной графики, провозгласив в качестве своего ведущего принципа «Лучше никакой рекламы, чем плохая». Швитерсу принадлежит поэма «Коллаж» посвящается Анне Блюме 1912 год, а также выросцы заумной звуковой поэзии, в кавычках, про соната, 1922-1932 год. Обе вещи в исполнении автора записаны в 1932 году на меропластинку. В 1937-м Швитерс покинул Германию, жил в Осло, а с 1940-го, после прихода туда нацистов в Великобритании, его произведения фигурировали на известной мюнхенской выставке «Дегенеративное искусство» 1937 года, которая была организована нацистами. Надо сказать, что в 2000-м до 2006-м годах в Германии в трех томах издан аннотированный каталог его работ. В 1995-м большая выставка его работ прошла в парижском центре Жоржа Помпиду. В 2005-м произведения Швитерса были представлены также в рамках широкой ретроспективы дадаистов. Творчество Швитерса повлияло на американское авангардное искусство. По Швитерсу отдельных видов искусств на самом деле не существует. Их лишь искусственно придумали. Есть только искусство. Ну так, вкратце о Курте Швитерсе, немецком художнике и писателе. Данные в Википедии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим, работаем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»